Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом Луганской области. В начале августа губернатор Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Теперь наш регион окажет помощь братскому народу на Луганщине. К благому делу подошли основательно всем миром. Общественное движение «Благодарю» одним из первых откликнулось на зов о помощи для детей ЛНР. «И семьи, которые находятся на Донбассе, будем говорить, тоже семьи, которые в трудной жизненной ситуации, следовательно, им необходима помощь. Поэтому мы не могли остаться в стране. Собрали наши сборы были общественные, опять же, закупались констовары для деток, закупались книги, закупались ранцы, всё необходимое, что нам сказали по списку. Вот привезли». В сборе необходимых вещей принимают участие неравнодушные ульяновцы. Для школьников закупили новые книги по истории России и красочную детскую литературу. «Это книги, я держу в руках, сказки из кармашка. Очень любим эти книги. И семьи наши многодетные тоже их любят. То есть хороший переплет, глянцевые листочки. Думаю, что деткам из Донбасса тоже это понравится». Больше всего школьникам из Лутугинского района ЛНР сегодня нужны канцелярские наборы, ранцы и всё для учёбы. Несмотря на разгар летнего сезона, ученики ульяновских школ сами активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи и передали луганским детям всё необходимое. «У нас есть внеурочная деятельность и уроки, и классные часы. Мы разговариваем, рассказываем. Даже дети непосредственно участвуют. Естественно, они также окликаются и помогают с восторгом. Несмотря даже на каникулы, они приходили сами и помогали». Жители области приглашают принять активное участие в сборе вещей. Жителям ЛНР также требуются продукты питания с длительным сроком годности, средства личной гигиены, постельное бельё и посуда. Гуманитарную помощь ждут в Доме прав человека на Льва Толстого, 58, с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.